Всем привет. Надеюсь, меня слышно. Презентацию видно. Ну что, друзья, сегодня мы с вами разговариваем про вертолетный взгляд. И начну я вот с чего. Собственно, давайте быстренько познакомимся. Почему вдруг я тут вам что-то буду рассказывать, вам надо мне верить. Значит, я при подготовке доклада осознала, что я уже 15 лет работаю в IT. Начинала я как разработчик, разработчик биллинга в телеком-операторе в Екатеринбурге. Затем сменила профессию в той же предметке на системного аналитика. То есть я работала аналитиком биллинга. Спустя недолгое время стала руководителем команды биллинга в компании SKB Contour. Еще спустя какое-то время я сменила уже предметку, но осталась фактически в той же должности. Я была владельцем продукта, запускала свой продукт, потом его благополучно закрыла. При этом с точки зрения, например, инфраструктуры и биллинга, как владелец коммерческого продукта, я была заказчиком. То есть представьте себе, да, сначала разработчик, потом аналитик, который разработчику рассказывает, что делать нужно. Потом менеджер, который определяет вообще глобально, что нужно делать. А потом заказчик той системы, которой я раньше определяла, что нужно делать. Интересный опыт. Параллельно с запуском продукта мне передали во временное управление аналитический отдел. Как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. И так получилось, что на сегодняшний день я все еще являюсь руководителем аналитического отдела. У нас 150 уже плюс человек. То есть с этой позиции я уже отвечаю за найм, профрост развития сотрудников, аналитиков системных в управлении разработки. И с начала прошлого года я являюсь заместителем руководителя управления разработки по направлению ЭДО. Фактически отвечаю за климат настроения и производственный процесс во всех командах направления, которые занимаются запуском, развитием продуктов в электронном документообороте. И сегодня я хочу с вами поговорить про вертолетный взгляд. Мой опыт с разных сторон на производственный процесс, на управление продуктами, на взаимоотношения с людьми, с сотрудниками, кажется, что позволяет немножко с вами об этом поговорить. Итак, взгляд с вертолета или helicopter view. Разные источники по-разному определяют, что это такое. Где-то написано, что это умение изменять точку зрения. То есть смотреть с разных сторон на одну и ту же точку. Значит, где-то это навык смотреть вне процесса. То есть выйти из операционки и посмотреть сверху. А где-то говорят, что это способность видеть ситуацию целиком и в движении. Я бы не делила это на части. На самом деле это все про одно и то же. Это про то, чтобы подняться над, увидеть целиком со всеми противоречиями, со всеми недостатками узкими местами и в целевой картине найти идеальное решение о какой-то проблеме. Итак, почему сегодня мы с вами на метапе про управление командой разговариваем про вертолетный взгляд? Значит, умение подняться над процессом вообще-то позволяет довольно широко оценить вообще ситуацию, в которой вы находитесь. Первое. Позволяет оценить влияние ваших действий на ваших коллег, соседей, на команды, от которых вы зависите или которые зависят от вас. Позволяет выявить противоречия и конфликтные ситуации в вашей системе и позволяет находить проблемы и понять их масштаб. Например, вы, находясь в своей операционке, в своем процессе, вам кажется, что это проблема. Это ужасная проблема, я не знаю, ну все, все взорвется завтра, если сегодня не починить. Но если посмотреть на это сверху, окажется, что это локальная какая-то проблема, которая на сегодня не стоит вашего внимания, а внимание нужно направить в другую сторону. Так вот, зачем это все вам, да, и как это поможет в управлении командой? Значит, здесь еще важно вот на что обратить внимание. Команда – это ваша система. Процессы, в которых работает ваша команда – это ваша система. Наверняка у каждого из вас есть понимание границ той системы, за которую вы отвечаете, той ответственности, которую вы несете за команду, за продукт, за результат ее деятельности и так далее. Так вот, когда мы говорим про полет на вертолете, да, мы должны подняться на какой-то уровень, достаточный для того, чтобы охватить своим широким вертолетным взглядом всю систему. Так вот, вся система – это ваша зона ответственности и всегда еще чуть-чуть. Мы чуть позже, да, можем про это подробнее поговорить. Что это такое? Ну, например, у вас есть соседи, от которых вы завистили, зависит от вас, не знаю. Давайте представим, разработка традиционно хочет что? Правильно, спокойно писать код и ресурсы на развитие инфраструктуры, и больше нас не трогайте. Логистика хочет что? Чтобы товары были на складе и больше их ничего не колышет. Продажи хотят продавать, маркетологи, не знаю, продвигать и рекламировать, и все. И возникает какая-то зона на пересечении, да, которая традиционно ничья. Так вот, подниматься на вертолете стоит тогда, когда вы готовы к тому, чтобы охватить не только свою зону ответственности, но и захватить еще чуть-чуть. Так вот, зачем это все? Затем, чтобы контролировать ситуацию, уметь оценивать, да, есть проблемы в вашем процессе, в вашей команде, в вашем продукте, уметь их приоритизировать, определять наиболее критичные, ну и находить оптимальное решение. Как до этого, да, предыдущий спикер говорил, команде важно понимать, что и зачем мы делаем, что каждый член команды, там, какой результат должен принести, что показать для того, чтобы в целевой картине вся команда добежала до результата. Так вот, чтобы это все было, нужно уметь смотреть в том числе на картинку целиком. Это поможет вам правильно замотивировать свою команду и каждого сотрудника по отдельности. Ведь если вы, не знаю, у вас все ребята на конвейере просто фичи какие-то каждый день пишут, то в какой-то момент у всех возникает вопрос, мной затыкают дыры, я делаю не свою работу, я вообще-то не этим хотел заниматься, я не понимаю, куда мне расти, я не понимаю, зачем я вообще здесь все это делаю. И на все эти вопросы можно отвечать, если периодически выныривать из своей операционки, смотреть сверху, да, и оценивать ситуацию, и для каждой проблемы находить оптимальное решение. Еще раз, зачем это вам, да, то есть смотреть снаружи, чтобы улучшать внутри. То есть оценив ситуацию сверху, вы сможете оптимальнее перераспределять ресурсы внутри команды или, например, между соседними командами, мы можем чуть позже об этом поговорить. Определять границы функций и зоны ответственности сотрудников, тоже мой пример сегодня такой будет. Улучшить опыт взаимодействия с зависимыми от вас подразделениями или с теми, от кого зависите вы. Ну и менять процессы, когда только загорается, а не тогда, когда уже догорело. То есть когда догорело, уже как бы поздно прибегать и тушить. Так вот, поднимаемся, смотрим снаружи, чтобы потом вернуться обратно, улучшить внутри, улучшить стык с соседями, изменить границы ответственности, обозначить всем, что и зачем мы делаем. И в целом у вас есть готовый инструмент для нематериальной мотивации сотрудников. Немножечко отсылочку к вопросу, который задавали предыдущему спикеру. Массовый исход сотрудников по финансовой причине. Так вот, как правило, не только зарплатный вопрос есть у сотрудников. То есть каждый сотрудник копилось, 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 и зарплата стала последней каплей, которая просто привела к тому, что сотрудник вышел. Так вот, вот это все, что копилось, совершенно разные могут быть причины, которые подталкивают человека к тому, чтобы уйти. Непонимание, куда расти, непонимание, можно ли ему получить большую зону ответственности, непонимание, что и зачем мы делаем, и куда движется наш продукт. Может быть, вам, поднявшись на вертолете, вы увидите, что продукт надо закрыть и команду отправить, или там командой решать более важные задачи. И это больше скажется положительным образом на мотивации, чем продолжать делать то, что вы делаете. Итак, друзья, митап – это практика, это кейсы. И я подготовила для вас несколько своих кейсов, в которых поделюсь. Исходная ситуация, какое было на старте решение. После того, как посмотрели на ситуацию сверху, как это решение изменилось, и как повлияло на состояние команды. Я надеюсь, что эти кейсы вам продемонстрируют, они разные, про совершенно разный мой опыт. Я надеюсь, что они вам продемонстрируют, что это не страшно, не больно, что это действительно иногда делать полезно, и останется время, мы с вами про них поговорим. Итак, кейс номер один под кодовым названием «Единая учетная система». Значит, дано условия задачи. Одна крупная федеральная компания, у нее внутри пять. Пять – это просто сегодня мне число такое понравилось. Какое-то число, не одна, да, несколько учетных систем внутри компании. И у этой компании есть партнерская сеть со своими учетными решениями. Хочу сразу заметить, что это собирательный кейс, и они на самом деле дальше все собирательные, потому что это пример не только нашей компании, но еще есть пара примеров других компаний, продуктов не только моих, а, например, внутри контура несколько похожих примеров. Итак, вот условия задачи. И какая потребность у компании наладить учет? И решение, которое на тот момент пришло в голову человеку, да, который формулировал задачу, оно казалось очевидным. Решение внедрить единую учетную систему. Ну, казалось бы, все очевидно, надо наладить учет, у нас есть проблемы, у учетных систем много, что делать? Избавиться от много, оставить одну. Решение очевидно. Но нет, все, что очевидно, на самом деле может оказаться не так. Так вот, если вам кажется, что решение очевидно, я в этот момент рекомендую остановиться, перестать делать то, что вы делаете, и подняться на вертолете над ситуацией, и посмотреть, поговорить с соседями, с соседними подразделениями, посмотреть на стык, посмотреть, от кого вы зависите, кто зависит от вас, что у них происходит, и как то, что вы планируете сделать, повлияет на соседей. Так вот, в процессе вот этого полета на вертолете были выявлены такие противоречия. Первое, не каждая учетная система, которая уже существует, может с легкостью стать общей. То есть это какая-то разработка масштабная. Более того, те, кто такие системы разрабатывал, наверняка представляют себе масштабы, объемы, потом миграции, перестройки процессов. Это, ну, ребят, это задача на года, на десятилетия, я бы даже сказала, в масштабах крупной корпорации. У пользователей вообще-то уже есть удобное для них решение. Более того, партнерская сеть со своими учетными решениями прекрасно живет, и они работают не только с нашей, например, компанией. И для них переход на какое-то альтернативное решение может вообще закончиться тем, что они откажутся с нами работать, потому что для них это, ну, просто не вариант. Ну, а компания, в свою очередь, хочет управление и контроль. То есть компания хочет централизовать все потоки данных и контролировать из одной точки, да, и управлять, и учет правильно выстраивать. А каждая конечная точка, каждый конечный потребитель вообще-то хочет удобный для себя интерфейс, у кого-то он даже уже есть. Так вот, решением стало следующее. Объединить все учетные системы через шину. То есть понимание вот этой сложной ситуации сверху привело к тому, что появилась шина, через которую все учетные системы с головным центром компании обмениваются между собой информацией. Для команды это привело к тому, что появился фокус и мотивация работать на результат, потому что появился образ результата. То есть теперь понятно, где граница шины, да, там транспорт, передача данных по определенным правилам, где начинается и заканчивается фронт, по каким правилам работает учетная система и что мы делаем с данными, которые через транспорт проходят. Это все разные части одной большой системы. У каждой из частей появилась своя граница. Каждая команда, которая работает над своей частью, имеет образ результата, понимает, зачем они это делают, прогнозируемо работают. В общем, для команды это фокус. Для сотрудников и для менеджера разработки в таких условиях понятен, например, портрет команды, да, состав. Кто должен входить в команду. То есть если мы говорим про решение, в котором есть фронт и интерфейс учетной системы, то у нас, не знаю, должен быть проектировщик, возможно, там юзабилист, может быть какие-то, не знаю, большое количество фронтендеров. А когда мы говорим про транспорт, это другой портрет команды. Там не нужно, там нужны, например, сильные аналитики, которые будут классно проектировать это решение вместе с архитектором и так далее. То есть у команды появляется четкость границ, зон ответственности, целевой результат, фокус на достижение, собственно, этого целевого результата. Второй кейс. Я сегодня делюсь с вами своими любимыми кейсами. Это история из моего опыта работы функциональным руководителем. Кейс называется «Нужен плюс один аналитик». Значит, приходит менеджер разработки ко мне как функциональному руководителю и говорит, «Слушай, аналитик нужен. Дай, найди, найми где-нибудь. Слушай, ну, хорошо. Давай обсудим портрет потребность. Нанимать будем столько-то, ждать, не знаю, полгода. А по некоторым портретам аналитиков полтора, потому что требуется опытный аналитик, который умеет все». И дано следующее. Менеджер разработки его команды. Какой-то уже устоявшийся производственный процесс в этой команде и какое-то представление об устройстве мира менеджером разработки. Это важно. То есть у менеджера разработки его представление, оно какое-то есть, и он в рамках своего представления принимает решение о том, что ему нужен плюс один аналитик. А потребность у него такая. Ему нужно обеспечить аналитикой разработку. Соответственно, решение для менеджера в его картине мира найти еще одного аналитика. Значит, в процессе выявляется следующее противоречие. Аналитик уже не аналитик, а универсальный солдат. Он делает все, начиная от определения ведения продукта и заканчивая написанием документации, инструкций для пользователя. Не знаю, согласует с техподдержкой какие-нибудь сроки релизов и так далее. Значит, сделанные аналитиком задачи при этом, которые он сделал в разработку, лежат в столе. То есть разработка просто не берет эти задачи, потому что их не хватает, у них другие приоритеты и так далее. И уже проделанная работа ложится в стол. На стыке с бизнес-командами тратится огромный ресурс на доисследование потребностей клиентов. То есть аналитик фактически переделывает работу за заказчиком, да, и проверяет какие-то, возможно, гипотезы, оценивает реальную потребность, выявляет ценности и так далее. И может потратить на это огромный объем ресурсов. В таком случае я обычно рекомендую менеджерам разработки провести ревью того процесса производственного, аналитического, в рамках которых он просит у меня плюс один ресурс какой-то, да. Причем, ребята, вы можете заменить ресурс аналитика на любой другой ресурс. Это относится ко всем ролям в вашей команде. Тестировщик, проектировщик, разработчик. Ревью процесса я рекомендую делать, опять же, всегда, да. То есть вам кажется, что у вас все хорошо и хоп, у вас плюс один, подумайте и посмотрите на ситуацию чуть сверху. Вот здесь на картинке приведен пример описания аналитического процесса одной из команд. Вот, сможете потом поподробнее посмотреть. Такое описание позволяет обсудить с коллегами, да, с командой, может быть, с функциональным руководителем явную потребность. Так вот, в той команде, да, которая приходила за ресурсом, у ребят весь скоп их проблем привел к тому, что мы договорились переопределить границы ответственности аналитика, да, вернуть их обратно туда, где они были. То есть аналитик вот на конкретном этапе работает. И ввести новую функцию. То есть в одной команде появлялся менеджер разработки, в другой технический писатель, в третий эксперт, в четвертой вместо системного аналитика мы нанимали аналитика данных и так далее. То есть посмотрев на процесс сверху и увидев узкое место, не там, где мы в разработку просто некому аналитику писать, а на самом деле шире увидев картинку, поняли, что не аналитиков надо масштабировать, а чуть-чуть изменить производственный процесс. Опять же, для команды появились четкие границы функции для аналитика, предсказуемый результат для менеджера разработки на конкретном этапе производства. Понятный профиль сотрудника, которого ему надо нанимать. То есть если это аналитик, то он аналитик, а не человек-звезда, который делает все. Ну и для сотрудников появились перспективы роста, то есть конкретно аналитику, представителю моей функции было понятно, может он в каких границах в этой команде вырасти и дальше, или он может пойти в соседнюю команду, где сложнее задача, ну или все-таки требуется аналитик-звезда, потому что здесь его уже начали ограничивать. И очень коротко про третий кейс, так исторически сложилось. Кейс сложный, но суть следующая. Есть несколько команд разработки, которые между собой связаны какими-то отношениями. Например, одна команда является поставщиком данных для другой. Или все эти команды закрывают один и тот же сценарий для разных целевых аудиторий. Или поставляют сервисы для того, чтобы закрыть сценарий от и до для конкретного клиента. То есть какие-то связи между командами есть, но это независимые ячейки, независимые команды со своими менеджерами. У каждой команды есть какой-то набор заказчиков. И вот в какой-то момент оказывается, что заказчики скоростью работы недовольны, на стыке между командами команды друг другом недовольны, менеджеры лежат под тремя бетонными плитами операционки и просто осознать, что происходит, у них просто возможности нет. То есть сценарий разрывается. Нам нужно, например, в определенный срок задачу выпустить. Две команды успели, третья не успела. Или для одной целевой аудитории мы выпустили решение, а две другие нет. Сидят и ждут, и мы как бы не понимаем, что с этим делать. Потребность у команд была в этот момент очень простая. Выжить. Ну, потому что под таким количеством операционки невозможно. Это единственное, чего можно хотеть. Просто выжить. Какое тут на старте может быть решение? Ну, вот оно тут под звездочкой, потому что его неприлично в эфир выпускать. Какое может быть решение и выход из этой ситуации? И в процессе полета над всей этой системой, да, были произведены те действия, о которых мы говорили. Посмотрели на узкие места, на проблему, проанализировали процесс. Сделанные задачи до клиентов не доставляются. Нет границ продуктов, работаем на конвейере. Менеджер разработки фактически уже не менеджер разработки, а он отвечает и за ведение продукта, и за производство, и за себя, и за того парня, и за соседней командой следит. И, ну, все, он просто уже не способен ни на что, кроме вот в операционном режиме что-то перерабатывать. И решение, конечно, выход из этой ситуации очень сложный, но первый шаг решения – это, например, вести функцию проектного управления между командами на взаимодействии, на стыке между производством и бизнесом. Ну, а дальше, понятно, пересобрать производственный процесс, переопределить границы ответственности менеджера разработки, остальных членов команды, в том числе бизнес-подразделений, да. Ну, и для команды. У каждой функции появляется ответственность за результат, понимание, что нужно сделать, чтобы не выживать и кайфовать от работы. К сожалению, пока это результат, который, ну, вот в одной из команд, он такой. И есть понимание, что сделать, чтобы, наконец-то, перестать просто выживать. Есть команды, в которых результат уже кручен. То есть, понятно, и, опять же, границы, зона ответственности и проектный менеджер уже довольно четко свою функцию выполняют. Теперь главное, когда применять. Мой рецепт, когда применять, очень простой. Ну, первое, когда вам кажется, что у вас все хорошо, проверьте, не кажется ли вам. Остановитесь, посмотрите сверху. Когда вам кажется, что это проблема соседа. Есть такой поинт, которым со мной тут коллега поделился, что некоторые менеджеры очень четко осознают, что есть проблема, которую они могли бы порешать, которая влияет на их систему, которая мешает им жить и работать, но они сознательно заужают границы своей системы, перекладывая ответственность на соседа. Как здорово, что проблема не на нашей стороне. Так вот это не приведет к решению ваших проблем, а будет только усугублять ситуацию. Если у вас болит, то вам и решать. Поэтому, если вам кажется, что это проблема соседа, остановитесь, поднимитесь на вертолете, посмотрите, возможно, вы можете как-то эту ситуацию полечить. Когда вам кажется, что вот вас-то такая участь не ждет, как вон у Маши разработчики все посваливали, а вам это не грозит. То есть вот у соседей все плохо, мне-то это точно не светит. Вот в этот момент, когда мысль такая в голову пришла, остановитесь и посмотрите сверху, не только на Машу, но еще на соседей. Возможно, просто ваши разработчики копят офферы, чтобы потом пачка их вам принести. Ну и периодически для профилактики, то есть периодически просто посмотреть на свой процесс, на продукт сверху. Или когда есть проблема, решение которой может привести к существенным изменениям процесса. То есть вы понимаете, что если вы сейчас вот будете какое-то изменение внедрять, оно зацепит, не знаю, всех вокруг. Давайте пример какой-нибудь. Телебашня в Екатеринбурге. Надо было снести башню. Если бы мы ее сносили просто снизу, молча пришли бы, снизу подорвали, то, возможно, она бы разрушила что-то рядом стоящее. Поэтому посмотрели сверху, подумали 10 раз, с разных сторон посмотрели, спроектировали процесс и подорвали так, чтобы это было аккуратненько и никого не зацепило. Как научиться пробовать, привлекать внешних экспертов и работать с ними вместе, сходить к коллегам на стажировку и стать для них пилотом вертолета. Придите в соседнюю команду и помогите им с вертолета посмотреть на их процессы, на их команду. Ваш опыт может им оказаться полезным, а тем самым вы будете учиться вне процесса и сверху смотреть на ситуацию. И из неотвеченного, то, про что мы можем с вами долго разговаривать, мне кажется, это прям тема для холивара. Я такие вопросы для себя зафиксировала. Если вам они понравятся, можем потом как-нибудь про них поговорить. Вертолетный взгляд. Это же про залезть в чужую ответственность, в чужую зону ответственности. А если по рукам надают? Хороший вопрос. А почему я должен с вертолета смотреть? Пусть вон продакт, проектный менеджер, кто-то еще смотрит, чего сразу я? У нас на вертолете руководитель летает, но что-то это нам не сильно помогает. Что мне делать? Все эти вопросы возникают в тот момент, когда вы начинаете это все пробовать. Но пока не попробуешь, не узнаешь. Рекомендую пробовать. Друзья, у меня все. Я готова поотвечать на вопросы, если есть. Отлично. Так, вопросов у нас на самом деле полно. Спасибо большое за доклад. Сыкнул как раз по количеству вопросов. Людям интересно. Сейчас еще начнут задавать, как обычно. Сразу только доклад закончился. Начнем с первого. Вот от Максима мне очень нравятся вопросы. в самом начале о том, а как вырваться из рутины, чтобы сметь взлететь и посмотреть на ситуацию с вертолета. Как-то закопался во всех локальных проблемах. Вот этих вот. Я приведу цитату своего бывшего руководителя, когда меняла профессию с аналитика на проектного менеджера. Когда я не могла... То есть мне казалось, что если я сейчас перестану аналитику писать, то все умрут, все взорвется. И он меня позвал поговорить и спросил, что как? Я говорю, слушай, ну невозможно. Ну как я сейчас тут живу, оно же все. И он мне сказал, аналитику кто-нибудь напишет. А вот проектом руководить, кроме тебя, некому. Поэтому бросай это дело и по идее делай то, что важнее. Так вот, я вам рекомендую иногда просто признать, что даже если вдруг где-то в операционной... Что произойдет? Вот скажите мне, что самое страшное произойдет, если вы там, не знаю, на неделю какую-то операционку бросите. Что? Что взорвет? Ничего. А вот если вы проморгаете какую-нибудь большую проблему, ну давайте из какого-нибудь примера, да. Вам кажется, что у вас тайм-то-маркет какой-то не очень. Вы сейчас тут команду будете, короче, такие, давайте, давайте, тут процесс анализировать, все дела. Может, вам, ребят, продукт закрыть надо? Может, вы вообще ерундой занимаетесь? А вы тут будете тайм-то-маркет улучшать. Зачем? Поэтому это гораздо хуже будет влиять на мотивацию ваших сотрудников, когда вы делаете что-то ненужное. Это вопрос приоритетов. Поэтому иногда просто, ну, просто признаем, да, сгорит. Окей, что-то сгорит. Расставьте приоритет. Если это можно, чтобы сгорело, пусть горит, а вы пока на вертолете полетаете. Привлекайте кого-то в помощь. Отлично. Другой вопрос. Как правильно выбрать высоту полета? Хороший вопрос. У меня есть пример фейла моего, когда, да, я не так, не фейла, а вот ситуации, когда дошла до той точки, когда вроде ситуация понятна, долетела, а сделать ничего не могу. Ну, то есть все. Ну, вот потолок. Ну, то есть в тот момент, когда вы уже заходите в зону, в которой с вами не разговаривают, вам не объясняют, почему так происходит. Не знаю, ну, вы такие решили, значит, процессы оценить и дошли в своих попытках до генерального директора. Окей, значит, такая ваша система. Если те проблемы аффектят на вас, то это та система, на которую вы будете теперь смотреть с вертолета, если чувствуете в себе силы, можете и на таком уровне смотреть. Но в тот момент, когда вы упираетесь в какие-то границы и роли, которые вам скажут, подожди, подожди, давай, вот я тебе, задайте вопрос туда. Там есть ответ, вам на него ответят, все окей, построили тут границу. Пошли к маркетологам, задали вопрос, получили ответ, оп, вот граница. Там, где ответа нет, вот эта зона конфликта, да, когда вот тут ваша граница, тут их граница и дыра. Пользуйтесь, возьмите себе в зону ответственности. Окей. Дальше вопрос от Сергея про первый кейс, о том, а как именно в первом кейсе в полетный взгляд помог найти оптимальное решение? Заказчик единой учетной системы и так уже ташка высокого полета. Вот смотрите, как раз история про то, что заказчик единой учетной системы, он, ребят, там где-то на ракете. Он там где-то вообще на ракете летит. И ему кажется, что это, ну окей, ну одна система, четыре грохнем, одну оставим. Здесь внизу у меня, как у владельца одной из учетных систем, вызывало ужас, что теперь кому-то, ну просто масштаб задачи и сложность вот этого всего вызывало, ну, типа, ребята, это какая-то неподъемная задача. Поэтому мы встретились где-то, где-то посередине. То есть я начала взлетать и задавать эти вопросы, при этом задавать вопросы, которые приземляли руководителям. Типа, ребят, смотрите, вот здесь не работает, смотрите, вот здесь сломается, смотрите, вот здесь полетит. И мы в какой-то момент встретились в какой-то точке и договорились, ну то есть была предложена мной, да, вот как бы мы общались, 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 я увидела какую-то картинку, предложила концепцию, сверху сказали, да, окей, годно. И, собственно, так это сработало. Ну то есть пока существует разрыв между руководителем, который очень высоко, и вашими решениями, которые от него далеко и как бы близко к земле, то, ну, тут результат действительно может не получиться. Вам все равно нужно сойти с кем-то в точке, в которой и наверху все понятно, и вам снизу все видно, да, то есть если вспомнить мою картинку с Титаником, можно так на это смотреть. Есть айсберг, вот вы всегда внизу, вот все, что внизу, это ваша зона ответственности, но на эту верхушку вам нужно уметь выглядывать и видеть вот эту верхушку, равно как и руководителю сверху, да, это очень важно, кому-то сверху, Титаник, у него внизу есть вот этот слой, который под воду заглядывает, и можно увидеть там, что вообще-то айсберг, он вот еще сюда, и сейчас все, кирдык, поэтому нужно обязательно находить вот эту точку пересечения, если ее не будет, то вы недостаточно высоко взлетели, ну или недостаточно, как бы спустили руководителя на Землю. Ребят, понимаете, у нас Ирина на вертолете приземлила коньера, то есть надо осознавать мощь. Классно же. Окей. У вас тоже получится. Игнат интересуется, а как часто нужно садиться, понимаете, так нравится, какие-то аналогии появляются из-за вертолетности, как часто нужно садиться в вертолет? Ну вот я приводила примеры, да, мне кажется, что самая важная точка, это когда вам решение нужно принять, какое-то прям принципиальное, то есть вы процесс хотите менять, вы хотите новое, принципиально что-то новое сделать, что будет аффектить на соседей. Если у вас система, которая ни на кого не аффектит, вас никто не задевает, то можно считать, что вы уже в своей системе на вертолете, у вас все прекрасно, вы в своей системе можете творить, что хотите, и больше уже, ну как бы выше незачем, потому что у вас нет никакого стыка, все, у вас замкнутая вот такая система. Но опять же, да, возвращаясь, например, к докладу Сордора, бухгалтерия что-то делает, маркетологи что-то делают, и вот как бы это не замкнутая система, потому что их работа аффектит на вас, а ваша работа может аффектить на них, да, и как часто, например, вы хотите что-то поменять, и у вас меняется взаимодействие с соседями, посмотрите сверху, а им-то как от этого будет? Вы хотите в продукт серьезные изменения вносить, посмотрите на аудиторию, на ситуацию, и оцените сверху, это как повлияет вообще, может не стоит этого делать, да, или вы хотите реально локальную какую-то проблему решать, а глобально, поэтому, как часто, при принятии важных решений, сложных, можно для себя какое-то установить, знаете, этот чекпоинт, у меня был один из примеров, да, вам кажется, что все хорошо, возможно, вам кажется, ну, то есть, не знаю, от вас сотрудники начали уходить, вам кажется, что все плохо, посмотрите, может быть, это у вас неплохо, просто вот сейчас так, ну, то есть, в каких-то вот таких кризисных точках, или при принятии важных решений, я прям рекомендую остановиться, подняться, посмотреть сверху, ну, и периодически для профилактики, это уже, как будет возможность из операционки вынырнуть. Окей, спасибо. Следующий вопрос, он про вот третий кейс, на этот раз уже, как же нам в третьем кейсе не скатиться опять в ту ситуацию в начале, если со временем убрать проект нау-менеджер? Как команды научатся работать и вот снова смотреть сверху? А почему его надо убирать? Ну, то есть, смотрите, жизнь не стоит на месте, все меняется, динамика, ну, то есть, если раньше, не знаю, вам хватало двух человек, чтобы запустить продукт, на сегодня вам, например, надо собрать команду из пяти человек. То есть, жизнь меняется, реальность меняется, подходы, не знаю, в разработке подходы меняются, технологии новые появляются. А почему мы считаем, что в управлении командой нам нужно придерживаться одного и того же процесса? Ну, нет, его нужно пересматривать, более того, периодически перетряхивать и сверху на него смотреть, делать ревью, привлекать кого-то снаружи, чтобы оценить, насколько у вас там все хорошо. Потому что здесь же такое, нет одного рекомендованного, знаете, такой золотой стандарт производственного процесса в создании продуктов. Его не существует. Он создается и возникает в зависимости от потребностей, от задач, от, не знаю, имеющихся ресурсов в конце концов. То есть, когда вы запускаете продукт, вам действительно нужны пять человек-звездочек, которые могут делать все. А через три года, когда у вас продукт вышел на какую-то более-менее стабильную стадию, вам уже нужно выстраивать какой-то понятный производственный процесс. Процесс поменяется. Когда у вас продукты еще вырастет, и вы начнете делить команду на подкоманды, не знаю, бизнесы какие-нибудь покупать, вот вы дорастете до того, что вам бизнесы надо будет покупать, и между ними какие-то сквозные процессы выстраивать. Опять нужно будет что-то менять. Процесс производства, он такой же динамично развивающийся, а не статичный. Поэтому нет необходимости добавить менеджера, чтобы потом его вынуть. Окей, но если вы после того, как менеджера добавили, сколько-то времени так проработали, взлетели на вертолете и такие, что у меня проектный менеджер ничего не делает, ему ничего не надо, все само работает, процессы настроены, есть, не знаю, фреймворк какой-то, по которому все работают, а проектный менеджер сидит и в потолок плюет целыми днями. Не нужен проектный менеджер. Снова поднялись на вертолетики, посмотрели на ситуацию, оценили и выкинули ненужное. Пожалуйста, почему нет? Окей. Сардор упоминал только что, не только что, ссылаясь на его доклад, Сардор задает вопрос, логичный, коварный вопрос, а какие примеры, когда вертолетный взгляд делает хуже, чем лучше? Иногда же надо наоборот под микроскопом смотреть, а мы тут взлетели в небеса. Так одно другому не мешает, ну то есть менеджер, он на то и менеджер, то есть он периодически и вглубь может заглянуть и наверх подняться. Вопрос в том, за что вы отвечаете, то есть под микроскопом смотреть на что? На производственный процесс? Окей, да, пожалуйста. С вертолета смотреть на что? На взаимодействие с бизнес-заказчиком? Давайте смотреть, можно на него и под микроскопом и с вертолета. То есть вертолет помогает оценивать ситуацию в целом и понимать, где больше болит. А, например, потом, когда вы выявили самое больное место с точки зрения вот сверху картинка, ну давайте, не знаю, какой-нибудь пример. Самолеты. Самолеты летят, летит самолет. Вы в самолете. Вы же понятия не имеете, кто там снаружи. А там другой самолет навстречу. И диспетчер, глядя на радар, такой, о, картинку сверху смотрит и думает, а, что делать? А, сейчас столкнуться. И начинает какие-то действия предпринимать, да, чтобы избежать какой-то катастрофы. локально дальше можно будет разбираться в деталях, а что случилось, почему они навстречу друг другу летели, вносить какие-то изменения уже в какие-нибудь, не знаю, системы слежения за авиасообщением и что-то еще. И да, типа, почему нет? То есть менеджер, он и в микро, и в макро, для того, чтобы в его зоне ответственности был порядок. Ну, как бы у нас же цель такая. Окей, да, прекрасно. Так, у нас еще два вопроса осталось, наверное, на них так, не очень глубоко ответим. Вот. Вопрос от Евгения, кажется. Не помню точно имя, но он про то, что пилотам вертолета им кто может быть? Любой участник команды? Есть ли какие-то минимальные требования к пилоту? Рецендию. Тут же вот про что, на мой взгляд, история. С вертолета, чтобы смотреть, и про это я в своих вопросах упоминала, периодически надо залезать в зону ответственности, например, соседа, соседней команды, менеджера, руководителя, кого-то еще. Если вы понимаете, что любой член команды или тот, кто хочет посмотреть на ситуацию сверху, сможет, у него будет помощник, наставник, или ему доверяют, то есть, пожалуйста, у вас в команде, у меня пример такой, в команде есть аналитик, который эксперт, которому доверяют, у которого есть авторитет перед заказчиками, то почему бы и нет? Это не обязательно должен делать менеджер. Но тут просто важно помнить, что это уже не про четкие границы только твоего процесса, да, а еще и про чуть-чуть. Вспоминаем, да, слайд с тем, что это про твою зону ответственности и еще чуть-чуть. Так вот, в это чуть-чуть, кто сможет, пожалуйста, не обязательно менеджер. Окей. И последний вопрос, мне очень нравится, что делать с этими вертолетчиками, которые лезут в мою зону ответственности и мешают мне этими полетами? А как мешают? Что не так? Они все время меняют свои показания и хотят чего-то другого. Они просто периодически прилетают, и что? То есть, чем мешают? Проблема-то в чем? Что время нужно на них тратить? Что у вас все время фокус внимания меняется? В общем, давайте поговорим о том, а где корневая проблема? Ну ладно, это, видимо, отдельная тема. Я, наверное, понимаю, о чем, это наверняка вот это вот сидишь, ты спокойно занимаешься своими маленькими делами. Тебе летают большие вертолеты. Да. Так, тогда, тогда мы закончили как раз с вопросами, которые у нас были. И логичный вопрос. Какой же тебе понравился больше всего? Кому мы отдадим книжку? Мне понравился вопрос про то, там вот где-то руководитель летит у нас на самолете, да, когда мы разговаривали про то, что, значит, вот там где-то руководитель, а я тут снизу, вот там, как вот в этой ситуации, значит, решение искать и докуда лететь. Вот. Пытаюсь тех понять, какой это был вопрос. Пока Рома ищет книжка «Рисовый штурм» и карточки. Это книжка, которая позволяет креативность прокачивать и подходить к поиску решения сложных и нестандартных проблем творчески. Вот. Рекомендую всем, кто ее не читал. Она очень легкая и помогает иногда нестандартно посмотреть на ситуацию. Я в раздумьях. Ром, я сейчас найду на YouTube этот вопрос и напишу. Сейчас, видимо, перерыв. Да, давайте мы сделаем перерыв до 17.58, соответственно, перерываемся. Через 5 минут вернемся в эфир и вернемся мы с докладом Клавы Патроповой. Спасибо.